Перед началом ролика не могу не упомянуть о своём генеральном спонсоре, FanPay, с которым сотрудничаю более года. Огромный спектр услуг, низкие цены и богатый ассортимент. Ссылка в описании. Доброго времени суток, дамы и господа. Вот и стартанул припатч нового дополнения The War Vizin. Новые таланты, механика отрядов — всё это уже имеется в игре. Вне зависимости от того, имеется у вас дополнение купленное или ещё нет. Начиная с 31 июля появятся квестики, появится ивент в мире, который можно будет фармить, лутать там маунтов, питомцев, шмотки различные для венков. Море всего интересного имеется в игре. Что-то, конечно, не работает, но это база, это норма, к этому мы уже, как говорится, привыкли. Припатч без багов — это не припатч. В этом видосике поговорим о том, чем можно заняться на текущий момент времени, что можно, нужно сделать до полноценного старта дополнения The War Vizin. Поговорим об этом, сделал небольшие пунктики, надеюсь, вы что-то полезное из этого извлечёте и чем-то займётесь. Хотя бы какое-то количество времени этому уделите, и геймплей ваш будет чуточку веселее. Начиная с 24 июля, вплоть до полноценного старта нового дополнения, абсолютно все рейды пробуждены. Видим соответствующий значок у каждого рейда. Таким образом, за одну неделю, за один день, можно пройти абсолютно все рейдики, в том режиме, ком вам хочется. Проходим хотя бы в нормале, вылутываем маунта, чищобник-путешественник. Проходим хотя бы в геройке, лутаем звание, пробуждённый герой. Проходим хотя бы в мифике, хотя мифик максимальная сложность и кей, то получаем 3 спела, телепортация, в рейды, драгонфлайт. Можно использовать ради какого-то фарма, например, быстро там попасть в пещеру Зеролек, в изумрудный сон, почему бы и нет. Чищобник выглядит таким вот образом, имеет свой 11% аккаунтов. Редкий маунт или нет? Думайте сами. Также, в тот момент, когда мы посещаем Абери, мы можем с Саркарета вылутать облик для дракона Нагорья. Воплощение огнякованный. В мифике гарантированно падает 2 бумажки, в Велфейре, Нормале, Геройке дроп 1%. То есть, все зависит от вашей удачи. Если мы рассмотрим Хранилище воплощений, то там в любом режиме 1% для другого дракона. Если мы рассмотрим Амирдрасил, то есть тоже бумажка, которая дропается 1% шансом с любого режима. Также имеется Анурелос. По 2 штуки в эпохальном режиме дропается с Ферака. Ферак, ластовый босс в Амирдрасиле, убиваем в эпохальном режиме, вылутываем 2 красивых столбушек. Огненный. Вот так вот. Убивая боссов в пробужденном рейде, периодически вы будете получать старинные бронзовые слитки. Количество 2 штук их можно выменять на любую щицу. К примеру, из Амирдрасила. К примеру, из Аберия. К примеру, из Хранилища воплощений. Колечки, плащики, тринкеты, пушки. Все это имеется. Либо 528-я вещица, если 12 уровней апгрейда. Либо 535-я вещица, если уровни апгрейда 14. К примеру, это видно на тринкете с Ферака. Если вас ничего не интересует касательно шматья, если вам интересен только трансмог, то можно подойти к другому мапцу, который стоит сбоку. За три бронзовых слитка можно купить котика, которого мы вылутывали в Шадоу Лэнсе во время четвертого сезона. Там тоже был пробужденный типа рейд судьбоносный. Все проходишь, получаешь котика. Ну, теперь можно за три слитка просто взять и купить. Также трансмоги. Трансмоги по одному слитку продаются, и их тут очень-очень много. Трансмоги со всех рейдов. То есть, если вы хотите купить абсолютно все, а это 23 страницы, вам потребуется 230 слитков. На текущий момент максимально на одном персонаже можно получить 14 бронзовых слитков. Но окей, если вы делали квесты до этого, то это еще плюс 4. Также два слитка еще можно будет получить 31 июля, потому что будет бонус в подземелье Драгонфлайт. В Вальдракене рядом с Фонтаном имеется еженедельный квест, выполняя который мы получаем половинку Искры. Также дополнительно мы вылутываем два бронзовых слитка именно с этого задания. Несмотря на то, что сезоны кончились, как в ПВП, так и в ПВЕ, все равно можно вылутывать обычные награды за ачивы. К примеру, в тот момент, когда мы вылутываем определенное количество рейтинга, 2000, мы получаем маунта. В тот момент, когда мы проходим десятку в таймер, мы получаем портал. Все это можно сделать даже и в припатче. Долгожданное, соло РБГ. Оно уже имеется в припатче, его можно ходить, получать рейтинг, таким образом вылутать фельдмаршала, главнокомандующего. Также можно обычные достижения сделать по типу Блицмастер, новые рекорды. Они уже были, но в меньшем масштабе. Теперь нужно побольше матчей отыграть и побольше побед сделать. Радостное событие произошло для фанатов Пандарии в середине мая. Стартанул ремикс. Ремикс — это событие, в результате которого мы создаем отдельного персонажа, играемся на нем и пополняем коллекцию своего аккаунта. Скоро-то ремикс уже закончится. Осталось 25 дней. Там 20 августа он уже кончится, поэтому нужно нафармить бронзу, нужно там подфармить костяшки, купить клыки монорота, прокачать, возможно, персонажей на ремиксе, если вам там попроще качаться. И нужно, конечно, пополнить свою коллекцию, почему бы и нет. Это неплохой мув. Таким образом можно быстро получить ачив на там 100 маунтов, на 200 маунтов, на 500 маунтов. Может, вам не хватает всего чуть-чуть. К тому же на ремиксе можно купить различных маунтов, которые дропаются с World Boss of Pandaria, по типу там Галеон, маунт Сундасты, маунт Сналака, маунт Ша Злости. Поэтому поиграйте на ремиксе, отвлекитесь от привычной игры, и ремикс позволит вам реально отдохнуть. Также я там рейдики собираю периодически, в Дискорде делаю анонсы, поэтому следите. До окончания распродажи 37 дней 22 часа. Наверное, что-то задешево продается, да? Угу. Ну-ну. Миллион двести за золотой резонирующий кристалл. Это маунт, который потом будет добавлен в черный рынок. На текущий момент можно просто все это купить за голдишку. В тот момент, когда таймер истечет, просто за голдишку, это уже будет не купить. Придется выигрывать в ставках, придется ждать на черном рынке эти лоты. Короче, лучше реально, если вам хочется получить всю эту коллекцию в виде трансмога, получить того маунта, то сейчас взять и купить. Я вот пока что в раздумьях, если честно. В новом дополнении мы будем раскачиваться до 80 уровня. 10 целых левелов нам нужно будет апнуть. И в этот момент мы будем кучу различного хлама получать в своей сумке. Начиная от серых предметов, заканчивая какими-нибудь эпиками, какими-нибудь там питомцами, расходовыми предметами. Поэтому сумку, конечно, нужно почистить. Если вы делаете себе новый аккаунт, то я думаю, проблем с этим вообще не будет. У вас чистые сумки, у вас там ничего еще не накопилось такого коллекционного, и банк по-любому чистый. Поэтому разгрузить сумку на каком-то новом аккаунте, новом персонаже, это легко. В тот момент, когда вы много играете, то банк может быть захламлен, сумки могут быть захламлены, и это будет такая нереальная проблема все вычистить. Потому что та вещь ценная, другая вещь ценная. То выкидывать не хочется, то может быть пригодится. Короче, та еще головная боль. Но я думаю, 50-60 свободных слотов в целом вам хватит. Сумку реагентов тоже можно почистить. Выложить всякое старое мясо, стихи продать науки, пока не поздно. Искорки выложить в банк. Может быть, твинку там выслать, искры через заказы, чтобы он профу покачал. В общем, как-то подумайте, реализуйте все это с пользой. Касательно валют. Многие валюты можно передавать в рамках отряда. То есть, если мы наведемся, то у некоторых это написано. То, что можно передать в отряде. Если нет, то просто возьмите и реализуйте эту валюту. Видосик с реализацией валюты имеется у меня на YouTube-канале. Ссылочку оставлю в описании. На этом пока что все. Всех вам благ, счастья, здоровья. Берегите ноги, мойте руки. Не забывайте о ссылочках в описании. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok